Привет, ребятки! Вы на просторах развлекательного канала Пейнерка за решеткой. Меня зовут Бакштеев Дмитрий. И сегодня, в свой день рождения, я рад продемонстрировать вам первую серию прохождения игры Assassin's Creed Syndicate. Поехали! Играть я буду на PlayStation 4, в версии Press. Игра еще не вышла, поэтому могут быть какие-то косяки. Но я надеюсь, что мы будем везучими такими же, как и с Unity. И нам они будут попадаться редко. Ну а если все-таки будут попадаться, имейте в виду версия ранняя. То есть игра еще не прошла Day One патча. Приветствую. Абстерга начала в Лондоне несколько исследовательских проектов. Жест подобного размаха означает, что тамплиеры что-то задумали. Должно быть, они напали на след частицы Эдема. В Лондоне уже идут поиски. Епископ, Джейкоб и Иви – близнецы. Круто, да? А вот и ты. Включай камеры, Бэтс. Есть картинка. Когда ждать данные? Отправляю. Есть что изучить. Нужно поскорее подготовить посвященных. Странно выглядишь с оружием. Поставим маленький жучок и понаблюдаем. Ага, есть. Не забыли Ордан. Скоро здесь будет встреча. Кого не сказано? С кем не сказано, Ребекка? И я знаю, кому предстоит это выяснить. Погодите, ваша миссия – найти то, что приведет к частице Эдема. Уже. А теперь я очень хочу испробовать эту штуку. Не люблю отклонения от плана. Ну ладно, скрестим пальцы и пойдем дальше. Чтобы найти частицу, мы используем память Джейкоба и Иви Фрай, ассасинов-близнецов из викторианского Лондона. Часть генетической памяти загружена. Удачи! Брат мой Джордж, сбылись мои опасения. Лондон пал. Я писал тебе уже трижды. Но ты отвечал лишь молчанием. И я пишу снова. Потому что я в отчаянии. И потому что лишен выбора. Ты нужен мне. И Лондону. Ты скажешь, задача слишком трудна. Скажешь, что еще не время. Что нужно ждать. Но пока мы ждем, темплиеры действуют. Их великий магистр так безжалостен и так умен, что заставляет вспоминать Роджинальда Берча. Его зовут Кроуфорд Старик. И он хочет править миром. Он контролирует все сферы жизни общества. Даже производство находится в его власти. Днем его приказы выполняют торговцы и продажные политики. Ночью в сердца граждан вселяет ужас, жестокая банда. Они называют себя висельники. Его ядом отравлена вся коммерция. Он поработил всех, будь то хитростью или силой. Боюсь, наш враг стремится на самый высокий из возможных постов. Я смею надеяться, что вы разделяете мои страхи и опасения. Амбиции Старика безграничны. Они простираются до масштабов королевств и континентов. Он не остановится. Он знает. И я много раз говорил тебе это. Кто владеет Лондоном, владеет миром. Здесь делают железо. Руководит Руперт Феррис, тамплиер. Наша главная цель. Вторая цель – сэр Дэвид Брюстер. То, что у него есть, может стоить нам победы в войне. Ну что, вы справитесь? Не вопрос. Да, конечно, простите. Леди джентльмены, Ковен Гарден представляет неудержимых близнецов Фрай. Джордж, правда, я изучила план лаборатории, все под контролем. Подумаешь, у меня и так. Нет проблем. Я передам привет Феррису. Потом поговорим, это наш поезд. Джейкоб. Иви. Пусть Кредо укажет вам путь. Бедняга, трясется от страха. Годы его не щадят. Иви Фрай, тебе не стыдно? Беру пример с тебя, Джейкоб. Удачи! Не помри! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Недолго еще он собирается так орать! Это мешает остальным работать! Замоните его! И живо почините машину! А мне нужен обий от головы! И я тебя вылечу. До смерти залечу. Ребята, это... Первый мой опыт игры в эту... В эту часть Assassin's Creed. Ну, как первый? О, блин, кстати... Нехилая... Нехилая... Такое... Торможение... Нехилая такая задержка... У меня имеется. Ну, как первый? Я играл в просто техно-демку. Больше не играл в синдикат ни разу. И в техно-демке, как вы понимаете... Ну, мало чего было понятно. Особо. Так... Джейкоб Фрай... О, фриран. Ну, давай. Удерживаем. Удерживаем. Удерживаем R2, чтобы фриранить. Ну, я же нажимаю. А, ага. Начинается вот эта вот... Беготня там и так далее и тому подобное. Я чувствую уже... Проседание. Ну, у меня лично. Они не чувствуются нехило. Фриран низ. Через кружок идут. Хорошо. Я думаю, что вам... Будет не шибко заметно. Играть я буду коряво. Ну, как всегда, короче говоря. Будем проходить, конечно, сюжетку. Будем иногда отвлекаться на... Тусторонние задачи. Но по факту... Чисто сюжет. Нехило так добрались. Могли по низу пройти. Так... Остановлю машины. Дверь откроют. И я попаду к Феррису. Думаешь? Ну, что ж. Может быть, это хороший план. Ох! Хорош, Джейкоб. Хорош. Давай беги. Так же сейчас через трубу. Да-да-да. И вот здесь вот выведем. Из строя. Промышленные машины. Блин, все достаточно красиво, пафосно. Ты на высоте. И в прямом и переносном смысле, Джейкоб... Во, ну как ты умеешь, да? Хорошо. А тут мы уже проходили. И как раз... Здесь... А, здесь... Еще один вентиль. Ладно. Буду выводить из строя его. Там есть еще один. Ну, он на этой же высоте, на этой же платформе. Только с другой стороны. Так что проблем... Не составят. Ну, давай, выводи. Странно, что еще никто не взялся за... Поиски негодяй, которые выводят все из строя. А вот и дверь открылась. Негодуют, ребята, негодуют. Можно убивать. Ну что, понеслась, ребят? Ты кто? Санитарный инспектор. Санитарный инспектор. Ребята, здравствуйте. Это зря. Серьезно, зря. Ты глянь, тут еще есть желающие. Понеслась. Чувствуете дух... Ай-яй-яй-яй. Чувствуете дух Шерлока Холмса? Гая Ричи. Пробиваем защиту и наносим сокрушительный урон своими кулаками. Жалко, нельзя взять их ножи. Хотя, быть может быть, попозже. Ой, кровь разливается, смотри. Выглядит все красиво. Нет, зачем мне его нести? Я пойду вперед. Там-та-та-тан. Ну-ка, раступись. Раступись, я сказал. Блин, красиво все. Очень красиво выглядит. Мы тут недавно стримили Assassin's Creed 3. Просто чисто вспомнить. Там-то все красиво выглядело. Но то старый движок, это новый. Феррис, 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 феррис. Так. Удерживайте R2 плюс X, чтобы лезть вверх. Ладно. Я согласен. Блин, как обезьяна просто. Джейкоб, ты красавчик. Ты кто-нибудь говорил об этом? Давай наверх. Хорошо. Р2, левый стик и кружок, чтобы мы сделали фриран вниз. Блин, какая красота. Как я люблю теперь даже. Смерть природе. Вау! Вот это было круто. Обнаружение. Увидев вас, противники начинают вас подозревать. Если вы останетесь в их поле зрения, противники станут агрессивными и начнут нападать. Займите укрытие, чтобы оторваться от врагов. Они будут исследовать вашу последнюю известную позицию. Ну как ты пойдешь? Слева или справа? А может быть я его убить хочу? А может и не хочу. А что? Давай с этой стороны пройдем. Во, я знаю, как мы сейчас с вами поступим, чтобы не нарываться. Я сомневаюсь, друг. Сомневаюсь. Но я все равно драться с тобой не хочу. Мы пройдем поверху. Красивый костюм. О-о-о, тихо. Орлиное зрение позволяет нам отмечать врагов. Отмеченных врагов можно видеть сквозь стены. Ну, красота. Отмечаем всех, кого можем. Не разочаровывать. Видите, доки? Оттуда везут железо. За работу. Правила простые. Рабочие получили. Получат деньги. А остальные... Получили указания. Давай прыжок веры вниз. Геймплей мальца поменялся. Именно вот в плане управления. Здорово, здорово. Ты меня не видишь? Двое меньше. Усекли. Делайте двойную ногу. Или денег не будет. А мы вообще красавцы с тобой, Джейкоб. Пожалуй, здесь я тоже воспользуюсь услугами орлиного зрения. О, так глянь. Вон он еще один противник. И вон еще один. Я отметил вроде как всех, да? Я могу тебя убить? Могу. Мог, конечно, и не делать этого. Но соблазн. Он такой соблазн. И он так велик. Ребят. Я хочу вас убить. Это я подвину. Что ты там говорил? Кого ты там хочешь подвинуть? Я не знаю, короче, о чем ты, дружище? Ну-ка, его можно обыскать. Да, на предмет монеты. Неплохо у него так нога завернулась. Видите, да? Жесть просто. Тан-таратан. Он еще один вражина. Он меня тоже не видит. Нет, он, скорее всего, увидит меня. Вот здесь, да. Последний раз, говорю. Чего ты мне говоришь последний раз? Последний раз, говорю. А того, ладно. Так уж и быть, оставим живых. Я убиваю только тех, кто мне мешает. Не мясник же я. В самом деле. Ворота легко открылись, а дальше что? О, литейный цех. Маскировка затрудняет ваше обнаружение и позволяет передвигаться быстрее. Кольцо маскировки показывает врагов, находящихся выше и ниже вас. Находясь в укрытии, удерживайте Л2, чтобы прицелиться, затем нажмите Р2, чтобы бросить нож. Вон оно как. Ну-ка. Давай, икс. Ну, я же нажал. Так. Я хочу отметить вас, госпожа. Господа, госпожа, какие нахрен госпожа. Да ты сам тупой придурок. Все чертово утро только про них и трепался. Тебя заткнуть труднее, чем от бутылки брэдни оторвать. Ты с тобой только утром и трепаться. Ты с кем на ногах не знаешь. Я не стою. Повтори, это еще раз и живу, у меня сам лёжешь. Все нормально. Все хорошо. Враги еще где-то тут, да? Один с этой стороны должен быть. Другой я не знаю где. Ну, вон он. Паря, и вот он еще один. Наверное, я могу идти не напролом. Самое главное, что простой люд не доносит до нас. Это очень хорошо. О, черт. Вообще мне не сюда, а на ту сторону. Но я думаю, заберусь вот здесь. Ты же сможешь прыгнуть сюда? А, нам и прыгать не придется, ребят. Мы спокойненько так перекарабкались просто на ту сторону. И ликвидировали еще одного бойца. Джейкоб, ты просто вообще мужик. Молодец. Добрались досюда. Как услышите свое имя? Вперед! Корми волки! Я не понял, зари, что они делают? Ух, нихрена себе. Мужик какой-то девочку тащит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прям какую-то ересь делает он. Ладно, давай сюда. Мы вам объясним, что к чему. Мистер Феррис ценит скорость. Мистер Феррис ценит скорость. Открыть дверь получится? Нет. Ладно. Я тогда просто обойду. Я не спешу никуда. Ты же тоже никуда не спешишь, да? А. Так, нам сюда. Вот и все. Так, ребята, а здесь поаккуратнее нужно. Мне кажется, здесь где-то есть противники. Ну да. Они внизу, правда. Они все внизу. Руперт Феррис Айрон Воркс. Мистер Феррис, сэр. А? Там одного рабочего с завода. Надо бы отнести на перевязку. Ладно. Но только за его счет. Да, сэр. За его счет. Да. Вот такие засранцы и толкали промышленность вперед гигантскими, просто огромнейшими шагами. Мы договоримся о цене, да, мистер Феррис? Мы все еще на запретной территории. Поэтому я использую орлиное зрение. Правда, я ничего не вижу здесь. Ну, то есть, никого не вижу здесь. Врагов не вижу, я имею в виду. Вот один. Один есть. А наверху? А наверху я не знаю. Ладно, я пойду поверху. Я воспользуюсь именно тем, что имею тут. Всякий случай. Тихо. Отлично. Насколько я знаю, я смогу также и по цепи пройти. Да. А здесь придется уже прыгать вниз. Нормально все, нормально, нормально, нормально. Мы тебя просто убьем. Подожди, может быть, у тебя ножик есть? Да, да, я был прав. У него действительно был один нож. Куда он прячет постоянно свою шляпу, мне интересно, а? Офигительно. Вот так вот, по боку я и пройду. Давай здесь спустись. А тут наверх. По-моему, отлично. Точки подхода. Они показывают различные способы добраться до цели. Я вижу снизу и вижу с этой стороны. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В него скрытый клинок и все. А оказалось, все гораздо сложнее. До свидания, Феррис. Реально? Мне кажется, если бы он нас не видел, то воткнуть клинок бы получилось. Все закончено. Да? И что же именно кончено? Ну? Машина Старика лишилась одного винтика. Пусть важного, но одного. Ваш великий магистр падет. Вы, ассасины, можете кружить по Лондону, сколько вам вздумается. Механизм, который мы создали, существует уже тысячи лет. И просуществует столько же. Потому что это сам город. Мы вырвем этот город из ваших лап. Сомневаюсь. Ты таишься в тенях Кройдена как трус. Ты не сможешь. А вот теперь мое время сомневаться. А ты реквестка Тенпачи, друг. Упокойся с миром. У Джейка бы есть мания коллекционирования. Мажет платки кровью жертв. Для себя или для братства? Даже не знаю. Так, привет. Охренел? Пистолет он достал. Ни хрена себе. Так, не переживайте, мадам. Тебя опыскать нельзя, да? Не переживайте, я говорю. Все хорошо. Мы просто мило побеседовали с господином Феррисом. Я думал, это охранник стоит спиной, пока его начальника убивают. Итак, мы покинули запретную зону, да? Да, можно теперь спокойно себя ощущать. Вроде как. И фриран низ. Опа! Прямо на поезд. Это офигительно. черт. Кажется, за нами погоня. До свидания, друг. Ты посмотри на них, какие неугомонные, а? Я кинул в одного из них нож. А второго можно и так добить. Ну, кстати говоря, ножи у меня закончились. И назад идти некуда. Давай сами ближе подойдем. Кажется, зря, да? Или что-то происходит. Что, не выдержали, да? Да, начали погоню. Ах, ты ж... Тормози, 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 дружище. В твоих, в моих. Это в любых интересах. Кажется, придется прыгать. А я зря, зря к первому вагону бежал. Ой, зря. Джейк, я верю в тебя. Давай, 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 давай. Похоже, у нас внеплановая остановка. Фу, ребята. Ужас просто. Лезть вниз, серьезно? Ну, давай. Просто спустимся, хорошо. Оу! Ааа, тише. Давай. Отлично. Ну, не считая разбитого поезда, и я уж там не знаю, как водитель, но в остальном все хорошо. Ой-ой-ой. Договорился. Ой, доболтался. Так. И давай вниз так же. Оу-оу. Не, ну красавчик. Было довольно пафосно. Пожалуй, в следующий раз пешком. Да ладно тебе, брось. Отличная поездка с ветерком. Часть первая, палки в колеса. Завершена, ребят, награда. Тысяча фунтов. Две тысячи. Экспириенса и пояса. Пояс посвященного. Отлично. Можно оценить это воспоминание. Я попробую оценить. Спасибо за ваш отзыв, Дани, за что это действительно было прикольно. Это действительно было здорово. Вот кем мы управляем сейчас, ребят. Когда вы покидаете поле зрения, я не успел прочитать этот совет. Мы действительно сейчас будем играть за сестру Джейкоба, за Иви, быть может, быть может. В любом случае, мы узнаем об этом в следующей серии. Спасибо, ребят. Всем пока. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. PZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.